Доброе утро! Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Министерство сельского хозяйства России, Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты России, Российского союза промышленников-предпринимателей, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Огромный интерес к теме сельского туризма, к теме гранта агротуризма, который буквально несколько дней назад был объявлен в постановлении правительства, 22 декабря был опубликован этот документ. И я попрошу Рената Хамзавина в первую очередь рассказать о том, какие основные положения, на что надо обратить внимание, чему посвящен этот грант и как его получить. Ну, в общих словах, а потом частным вопросом. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всем доброго дня, всех с наступающими праздниками, длительными. И где как ни внутри страны, ни на сельских территориях провести эти выходные. И, наверное, сегодня тем, кто принимает гостей, тем, кто организовывает этот отдых для граждан нашей страны, так и для иностранцев, будет очень полезно и интересно услышать, что предпринимает Менсихоз России для того, чтобы поддержать агротуристические объекты. Ни для кого не секрет, что значение сельского туризма, оно достаточно велико, собственно говоря, как для самого сельского населения, так и для представителей туристического бизнеса, ну и как для государства в целом. Естественно, это в первую очередь рост занятости, увеличение доходности сельского населения из хозяйственных товаропроизводителей. Ну и, в принципе, достаточно такой мощный драйвер, мощный толчок для социально-экономического развития, в принципе, сельских территорий. Понятно, что агротуристические объекты – это привлечение людей на село, это увеличение экономического потенциала сельских территорий, это продвижение сельского образа жизни, сохранение каких-то традиций и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим про важность развития сельского туризма, мы должны понимать, что это важно не только для самих сельхозтоваропроизводителей, это важно, в принципе, для страны в целом. Ну и если обратиться к правовым основам, в июле этого года был принят 318-й федеральный закон, который закрепил на сегодняшний день исключительное право сельхозтоваропроизводителей осуществлять деятельность в сфере сельского туризма. Вопрос, конечно, спорный. У нас было несколько, скажем так, ну, претензий, не претензий, предложений представителей малого агробизнеса. Есть разные мнения на этот счет, на тему закрепления права за сельхозтоваропроизводителями. И понятно, что сельский туризм – это не только агротуризм, это не только сельхозтоваропроизводство, это в том числе и сельские туристические объекты, которые не связаны с сельхозпроизводством. Но, тем не менее, законодатель определил такое право именно за сельхозтоваропроизводителем, и мы сейчас действуем в том законодательном поле, которое у нас есть. В исполнении этого закона сельхозом совместно с Ростуризмом, но и Ростуризмом, соответственно, совместно с сельхозом, разработан ряд нормативных актов в продолжении этого закона, которые будут приняты в следующем году и, соответственно, будут применяться к тем, кто будет осуществлять деятельность по развитию сельского туризма. В первую очередь, это требование к сельхозтоваропроизводителям, которые оказывают услуги в сфере сельского туризма, требование к средствам размещения, потому что законом определено, что средства размещения, используемые для сельского туризма, не относятся к гостиницам, соответственно, к ним разрабатываются отдельные требования. Собственно говоря, то, о чем мы сегодня будем говорить, это изменение в госпрограмму развития сельского хозяйства в части включения господдержки на агротуризм. Сейчас уже принят закон о возможности КФХ реализовывать произведенную продукцию на инстационарных объектах, размещенных на земле сельского назначения, что, несомненно, также будет способности развитию агротуризма. Ну и, собственно, 299-й федеральный закон, который установил право установления строительства дома фермера на земле сельского назначения. Собственно, мы очень надеемся, что этот закон позволит фермерам строить дома, которые в дальнейшем будут использоваться как средства размещения. Ну и, собственно, сам грант. Да, действительно, 16 декабря было утверждено постановление правительства Российской Федерации, которое устанавливает правила предоставления субсидий на развитие сельского туризма. Значит, постановление правительства номер 2309 от 16 декабря уже вступило в силу. Сейчас во исполнении этого постановления нами разработаны приказы по проведению отбора проектов сельского туризма, приказ по установлению целевых направлений, расходование гранта агротуризм и так далее. Все эти документы будут приняты до конца этого года для того, чтобы в начале следующего года мы уже всю процедуру отбора провели, ну, скажем так, на нормальных началах, на основании нормативных правовых актов. Значит, что из себя представляет грант агротуризм? Грант агротуризм будет предоставляться в сумме от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от объема собственного участия в реализации проекта. Отбор этих проектов будет осуществлять Министерство России, комиссия, созданная министерством. В комиссию будут входить как представители министерства, так и представители общественных организаций и делового сообщества в сфере туризма. Заявителем может быть на данный момент, согласно правилам, субъект микро-малого предпринимательства, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, зарегистрированная и осуществляющая деятельность на сельской территории. Естественно, для того, чтобы организовать некую защиту земельскохозяйственного значения от несанкционированной и хаотичной застройки объектами сельского туризма, мы просим в составе документов приложить документ, подтверждающий право на установку средств размещения на земельном участке, право использования которого превышает 5 лет. Ну, то есть для того, чтобы защитить использование бюджетных средств. Ну, и, собственно, обязательства грантов получателя, они практически минимальны. Это осуществление деятельности не менее 5 лет, достижение значений показателя того проекта, который он заявил. И основным показателем, основным критерием оценки этих проектов является увеличение производства сельхозпродукции при увеличении людей на сельской территории. Ну, то есть увеличение турпотока. Значит, целевые направления расходования гранта вы видите на слайде, я их перечислять все не буду. Скажу лишь только, что в проекте приказа, который устанавливает целевые направления расходования гранта, прописаны все коды ОКПД оборудования и техники, которые возможно приобрести. То есть это не весь спектр оборудования, весь спектр техники и так далее. То есть это только то оборудование и техника, которые действительно необходимы для развития объекта сельского туризма. Мы этот четкий перечень установили, во-первых, для того, чтобы избежать нецелевого расходования средств, во-вторых, для того, чтобы снизить, ну, скажем так, главную боль регионов при предоставлении этих грантов, чтобы у всех было понимание четкое, на что, зачем и почему. Кроме того, что мы будем предоставлять с 2022 года грант агротуризм, Минсельхоз России участвует в реализации национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства» в рамках двух федеральных проектов – развитие туру инфраструктуры и повышение доступности турпродуктов. Эти мероприятия, ну, у нас так в народе говорят, среди чиновников безденежные, то есть они не финансируются за счет средств федерального бюджета, но, тем не менее, они так или иначе будут способствовать развитию сельского туризма, в том числе будут разработаны стратегии развития сельского туризма, будет реализовываться комплекс мер, включающий как меры финансовой поддержки, так и меры не финансовой поддержки развития сельского туризма. Мы уже ведем перечень всех мероприятий, ярмарок, выставок, фестивалей и так далее на сельских территориях, которые в дальнейшем будут, ну, скажем так, упаковываться в некие турмаршруты для населения, доступные, куда будут включаться в том числе агротуристические объекты. Ну, и, естественно, мероприятие направлено на популяризацию продвижения, что сейчас немаловажно для того, чтобы данное направление туризма имело, ну, тот виток развития, который мы от него ожидаем. Что еще, кроме гранта агротуризма, может получить сельхозтоваропроизводитель для развития своего проекта, для развития своего объекта сельского туризма? Ну, кроме нашего, да, это гранты на развитие туризма в рамках программ поддержки Ростуризма. Есть уже случаи, когда сельхозтоваропроизводители участвуют в этой грантовой поддержке, и у нас есть сейчас уже ряд проектов, подданных получателями гранта Ростуризма на поддержку предпринимательских инициатив. Есть различные премии правительства в этой сфере. Естественно, льготное аккредитование, оно доступно для сельхозтоваропроизводителей по программам сельхоза России, так и для объектов туризма в рамках проектов Ростуризма. Поддержка создания туристических кластеров, ну, и такая есть дополнительная поддержка, как восстановление памятника деревянного зодчества, памятника культуры. То есть это те проекты и те объекты, на территории которых находятся памятники культуры, усадьбы, какие-то там храмы и так далее, которые требуют восстановления для того, чтобы этот объект заработал в полную силу. Если говорить о планах коротко, ну, во-первых, мы в рамках национального проекта планируем формирование сельских туристических паршрутов, включение их во все информационные системы в сфере туризма. Это Russia Travel, это Booking.com, Travel Advisor и все прочее, с тем, чтобы человек любой, который хочет поехать на сельскую территорию, отдохнуть, мог спокойно, в свободном доступе найти любой объект, который ему интересен. Естественно, это ведение календарного плана событий, о котором я уже говорила. Мы собираем сейчас полностью все мероприятия, которые проводятся на сельских территориях. Кроме того, что госпрограмма развития сельского хозяйства будет применяться к данным сельхозтоваропроизводителям, к ним также могут быть применены меры государственной поддержки в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий с целью подключения этих объектов к инфраструктуре, приведения к ним дорог и так далее. Естественно, это развитие региональных брендов, в том числе в рамках конкурса «Вкусы России». Мы продолжим совершенствовать нормативную правую базу, и будет целый блок работы, который будет вестись по направлению организации обучения сельхозтоваропроизводителей, осуществлению деятельности в сфере туризма и предоставлению услуг гостеприимства, потому что это очень важный вопрос. Не все сельхозтоваропроизводители умеют этим заниматься в должной мере. И мы видим себе как такую одну из главных задач – это организовать их обучение, организовать полностью переподготовку того персонала, который будет оказывать услуги в сфере сельхозпроизма. Но если коротко, коллеги, у меня все, и я, наверное, буду готова, ну, готова ответить на вопросы, которые уже вот и в чат, я смотрю, летят, и, собственно, по тому списку, который вы предварительно направили. Спасибо большое, Рената. И перейдем к вопросам, которые мы получили. Филимонов Евгений Павлович из Пермского края рассказывает, что он занимается в Пермском крае, в Ильинском районе, развитием села Филатова, и в составе команды есть ремесленники, предприниматели, различные направления развития сельской территории. И в какой организационно-правовой форме должно быть объединение, подающее на грант, с какой периодичностью проводится грант, и какие министерства, комитеты, другие объединения будут отвечать за сельский туризм, поскольку это междисциплинарное направление. И, как мы уже обсуждали, в ближайшее время будем готовить рабочую группу, составить межведомственную рабочую группу необходимую для того, чтобы подключить специалистов и Минсельхозы, и Ростуризма, и Минприроды, Минкультуры. Здесь очень действительно много профильная тема развития сельского туризма. Ну и начать с первого вопроса, в какой организационно-правовой форме должен быть? Ну давайте, да, сначала. Организационно-правовая форма. Организационно-правовая форма нам не столь важна. Главное – статус сельхозтоваропроизводителя. Почему? Потому что, во-первых, господдержка предоставляется в рамках госпрограммы развития АПК, соответственно, вся господдержка в рамках госпрограммы развития АПК предоставляется сельхозтоваропроизводителю. Кто относится к СХТП, написано в 264-м федеральном законе, то есть это товаропроизводитель, 70% выручки которого формируется за счет производства и реализации сельхозпродукции. То есть будет это ООО, либо КФХ, либо ИП, либо кооператив, колпоз – не столь важно. Главное, чтобы у него был статус СХТП. Это первое. Очень приветствуется создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обслуживающих, которые готовы реализовывать проект в сфере сельского туризма. У нас несколько проектов таких поступило на предварительный отбор. И, собственно говоря, часть из них мы отобрали. У сельхозпотребкооператива есть отдельный статус СХТП в рамках закона. Поэтому, по большому счету, подтверждениями объема выручки на первоначальном этапе не потребуется. Что касается ведомств, которые будут курировать данное направление развития, данное направление поддержки. Учитывая, что господдержка как грант агротуризм предоставляется Минсельхозу в рамках нашей госпрограммы, соответственно, курировать предоставление именно грантовой поддержки будет Минсельхоз. В регионах это будут органы управления АПК. То есть это региональные министерства, департаменты, которые регулируют деятельность агропромышленного комплекса. Что касается нормативной базы, часть нормативки, которая регулирует деятельность самих сельхозтоваропроизводителей, остается в ведении Минсельхоза России. Нормативная база, которая регулирует, в принципе, осуществление деятельности в сфере сельского туризма, будет контроль над этой нормативной базой, будет осуществлять рост туризма. В принципе, здесь все, на мой взгляд, ясно и понятно, все полномочия разделены. И по большому счету, да, конечно, учитывая, что в регионах региональное министерство туризма или региональное министерство инвестиционной политики в сфере туризма, они также заинтересованы в реализации этого направления, но тем не менее, учитывая, что господдержка пойдет через Минсельхоз, в регионах она будет, скажем так, направляться на региональный орган управления АПК. Дополнительный вопрос, а какими документами надо подтверждать статус сельхозтоваропроизводителя? Подтверждается двумя разными способами. Первый способ – это наличие вашей бухгалтерской отчетности, подтверждающей структуру выручки. Для фермеров это один КФХ, для ИП – это, понятно, отчетность для индивидуальных предпринимателей, есть отчетность для сельхозорганизаций и так далее, для кооператив – это один СПР. Ну, соответственно, это все формы отчетности, которые, собственно говоря, позволяют нам понять структуру вашей выручки и отношение вас к сельхозтоваропроизводителю. Второй способ – это получение справки из налоговой службы о том, что, ну, понятно, что вы эту же отчетность даете в налоговую, и налоговая может подтвердить, что да, действительно, в структуре вашей выручки превалирует сельхозпроизводство. Соответственно, они дают такую справку, что вы являетесь сельхозтоваропроизводителем. Есть еще третий вариант. Он не во всех регионах работает, но, тем не менее, во многих он существует. Есть регионы, которые ведут реестр сельхозтоваропроизводителей у себя в регионе. Вот, например, Якутия абсолютно точно такой реестр ведет. И даже я знаю, что у них в региональной нормативной базе прописано, что если ты не состоишь в этом реестре, то ты, в принципе, не имеешь права на получение государственной поддержки как сельхозтоваропроизводитель. Поэтому, если вы включены в такие региональные реестры региональные, то можно получить еще выписку из этого реестра о том, что вы являетесь из ХТП и в этом реестре состоите. То есть, ну, вот примерно так. Так, нами предложено и сейчас на стадии предварительного обсуждения вопрос, в принципе, введения общероссийского реестра агротуристических объектов. И в нашем понимании все-таки это должно быть на федеральном уровне, то есть он должен быть каким-то единым, так же, как, например, единый реестр субъектов МСП, ровно так же, наверное, необходимо ввести реестр агротуристических объектов или объектов сельского туризма. Потому что на сегодняшний день, понимая, что у нас их достаточно много, официально там их чуть более трех тысяч, а не официально их в два или в три раза больше, и мы понимаем, что на сегодняшний день у государства, по большому счету, нет четкого понимания, кто эти люди, чем они занимаются, какие услуги они предоставляют, в каком объеме и какой, собственно, туристический поток направлен именно на эти объекты. Поэтому мы сейчас обсуждаем вопрос введения федерального реестра объектов сельского туризма, и я очень надеюсь, что те, кто будет в этот реестр включаться, они, соответственно, будут уже попадать под меры государственной поддержки. Можно ли начинающим сельхозтоваропроизводителям участвовать в гранте? Каков срок их деятельности должен быть? Мы, в принципе, прописали сейчас в правилах, что заявитель должен являться сельхозтоваропроизводителем, объектом микромалого предпринимательства. Понятно, что по факту сельхозтоваропроизводитель, подаваясь на грант-агрутуризм, должен подтвердить свой статус из ХТП. Но в целом, если это, например, крестьянское фермерское хозяйство или сельскохозяйственный потребительский кооператив, который поименован в 264 законе как отдельный вид сельхозтоваропроизводителей, мы проекты от таких заявителей, вновь созданных, действующих менее одного года, принимаем к рассмотрению. Но тогда в проекте должно быть четко указано движение выручки такого КФХ и такого кооператива, вновь созданных, которые будут четко прослеживать соблюдение соотношений 70 на 30, то есть 70 от сельхозки, 30 от иных видов деятельности. Почему? Потому что статус из ХТП теряется, если в структуре выручки превалирует иной вид деятельности над сельхозпроизводством. Поэтому мы это будем четко отслеживать, даже если это вновь созданный фермер или вновь созданный кооператив, которые, по идее, по закону, имеют право участвовать в конкурсе, их структура выручки будет прослеживаться на всем протяжении реализации проекта. Те, которые имеют другое организационно-правовую форму, это ИП, ООО, СПК и все прочие, соответственно, эти сельхозтоваропроизводители должны подтвердить статус из ХТП, в первую очередь, своей отчетностью или справкой с налоговой службой. Ну и дальше по проекту точно так же должна быть прослеживаемость выручки и ее структура с целью подтверждения статуса из ХТП каждый год реализации проекта. Вопрос, который очень часто задают, в том числе коллеги из турбизнеса, туроператоры, турагенты и другие не из ХТП не могут участвовать в этом гранте, но, возможно, есть какой-то способ через кооператив войти в состав такого кооператива, оказывать туруслуги в составе кооператива, потому что у самих сельхозтоваропроизводителей, очевидно, пока еще может быть недостаточно понимания, как создавать турпродукты, как вести туристическую деятельность и оказывать эти услуги. Да, все правильно. То есть, если, например, есть некая организация, которая готова оказывать туруслуги, но при этом не является из ХТП, есть возможность, в принципе, включения в обслуживающий кооператив, но здесь нужно понимать тоже, что по студенту третьему федеральному закону, который регулирует деятельность сельхозпотребкооперации, также прописано, что в состав СПОКа могут входить сельхозтоваропроизводители. То есть, скажем так, несколько замкнутый круг, но тем не менее, если есть возможность вступления в кооператив, допустим, в качестве ассоциированного члена, то возможно получить грант на кооператив, но тогда кооператив должен точно так же соответствовать статусу СПОКа. Следующие вопросы. Ну вот, в частности, вопрос про Заполярье. Как вы считаете, есть ли перспективы развития сельского агротуризма на русском севере в Заполярье? Ну, почему нет? Если заявитель является сельхозтоваропроизводителем, если он хочет организовать сельский туристический объект, почему нет? Там, в принципе, по большому счету программа работает на все территории Российской Федерации, неважно, это Заполярье или это не черноземная зона, или это Крым-Севастополь, Дальний Восток, СКФО. То есть, все те приоритетные территории, которые так или иначе обозначены правительством, они все включены в состав территорий, на которых реализуется грант-агротуризм. Здесь единственное условие, что заявитель должен быть из ХТП, во-первых. Во-вторых, он должен осуществлять деятельность на сельской территории. То есть, если территория, на которой реализуется проект, ну, пусть даже в Заполярье, относится к сельским территориям, то реализация гранта на нем возможна. Кто определяет состав этих сельских территорий, их определяет регион. То есть, субъект Российской Федерации должен выпустить нормативный акт, утверждающий перечень сельских территорий, сельских агломераций. К сельской агломерации относятся малые города, численность населения не более 30 тысяч человек. Соответственно, если даже это малый город на Заполярье, да, на территории Заполярье, то, соответственно, там может реализовываться грант-агротуризм. То есть, ограничений по территориям у нас нет. И к назначению земель. Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что грант принят на развитие агротуризма, можно ли на землях сельхозназначения что-то строить в качестве объектов обслуживания туристов на этих землях? Какие сейчас требования? Ну, земля сельхозназначения и вообще вопросы, связанные с использованием земель сельхозназначения для развития сельского туризма, он достаточно сложный, он поднимается сейчас на всех площадках. И, по большому счету, если ранее Минсельхоз России был категорически против осуществления иных, кроме сельскохозяйственной деятельности, на земле сельхозназначения, то сейчас мы более гибко подходим к этому вопросу и стараемся где-то какие-то послабления все-таки дать. А здесь нужно понимать четко две вещи. Первое. Земля сельхозназначения – это основное средство производства. для сельхозтоваропроизводителя. И мы, как орган власти, регулирующий правоотношения в этой сфере, обязаны всеми возможными и невозможными способами защитить это средство производства от неконтролируемой застройки. Поэтому фактически на землях сельхозназначения на данный момент осуществлять деятельность, кроме сельхозпроизводства, законом не разрешено. Есть несколько вариантов размещения, допустим, средств размещения или организации каких-то, скажем так, объектов благоустройства на земле сельхозназначения. Во-первых, идеально, если у заявителя, который, например, подается на грант, есть земля, относящаяся к землям поселения. То есть средства размещения устанавливаются на земле поселений, а, соответственно, сельхозпроизводство как объект туризма располагается на земле сельхозназначения. Это идеальный вариант. Если такой вариант не подходит и есть только сельхозка, значит, этот земельный участок должен быть включен в план землеустройства застройки муниципального образования, который разрешает устанавливать иные объекты на данном участке земель сельхозназначения. То есть если в плане ПЗЗ этот участок есть, как допущенный к установке иных объектов, тогда мы, в принципе, такого заявителя принимаем к рассмотрению. А, в принципе, если это только сельхозка, не подтвержденная ничем, кроме сельхозпроизводства, никаких видов разрешенного использования на ней больше нет, то, соответственно, мы не пропускаем такие проекты, потому что средства размещения на них устанавливать пока нельзя. Спасибо. Вы упомянули, что нормативные акты по отбору проектов по требованиям к целевым направлениям будут до конца года, то есть буквально сегодня, завтра, да, еще 2-3 дня у нас, и мы увидим. А где они будут опубликованы? Это будет приказ Минсельхоза России, он будет зарегистрирован в Минюсте, и как только он пройдет регистрацию в Минюсте, соответственно, он появится в консультанте. И все критерии, которыми будут руководствоваться полномочные органы при отборе проектов, там тоже будут? Да, конечно, да, 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 обязательно, да. Является ли предварительный отбор проектов публичной процедурой, то есть будут ли опубликованы объявления о приеме заявок в общем количестве проектов? Да, обязательно, ну, во-первых, это однозначно будет объявление, размещенное на официальном сайте Минсельхоза России, это будет уведомление, направленное за подписью заместителя министров субъекта Российской Федерации, то есть по большому счету министерство, ну, скажем так, публично объявит о начале официального отбора проектов развития сельскохотуризма. Там будут установлены сроки приема документов, перечень документов, соответственно, указана вся нормативная база, в соответствии с которой будет осуществляться прием и отбор этих документов. Так что я думаю, что все, кому интересно, смогут на это посмотреть. А будет ли какое-то ограничение максимального количества проектов, принятых от одного региона субъекта Федерации? Нет, не установлено правилами никакое максимальное количество, мы принимаем любое количество проектов. На начальном этапе в рамках предварительного отбора мы просили регионы не направлять больше пяти проектов, но это только потому, что у нас установлен ограниченный объем бюджетного финансирования. На 2022 год у нас всего 300 миллионов рублей и целевой показатель, соответственно, 50 проектов. И мы понимаем, что если мы примем, ну, например, мы уже приняли в рамках предварительного отбора около 300 проектов, а если их будет тысячи и больше, то, ну, во-первых, будет очень сложно выбрать, но даже если мы кого-то выберем и определим перечень из более чем 50-60 проектов, то это будет минимальный объем гранта в расчете на один проект, что будет, ну, наверное, недостаточно эффективно. А так, в принципе, количество проектов нами не регламентировано. Пожалуйста, если регион хочет заявиться, пусть заявляет. Вы сказали, что в предварительном отборе отобрано около 300 проектов, да, тот, который проходил? Да, нет, не отобрано, получено от регионов. Отобрано сколько? Отобрано 50. А эти 50 уже включаются в первый поток гранта «Агротуризм» или сейчас будет дополнительный отбор? Значит, отбор был следующим образом произведен. Мы в рамках, для того, чтобы к бюджетному процессу подготовить распределение средств между субъектами Российской Федерации, мы объявили предварительный отбор проектов. Значит, понятно, что он предварительный, и, естественно, когда будет объявлен основной отбор, регион, ну, возможно, представит другой проект, нежели он представил на предварительный отбор. Значит, что будет происходить в этом случае? Во-первых, основного отбора еще не было. Он будет объявлен после утверждения всей нормативной базы. Скорее всего, будет это середина января. Соответственно, на отбор будут приняты все проекты заново от всех регионов в любом объеме, и они будут заново все оцениваться комиссией. В случае, если, например, регион заключил соглашение на финансирование, ну, во-первых, сейчас во все соглашения вписываются условия о невозможности перечисления средств грантополучателям, пока нет протокола комиссии. Соответственно, регион, если не проходит со своими проектами в основной отбор, средства перераспределяются между теми регионами, проекты которых отбор прошли. Соответственно, сейчас это не окончательная история, не окончательное решение, и, скорее всего, отбор будет осуществляться в январе, и все проекты будут пересмотрены заново. Спасибо. По Дальнему Востоку вообще ни одного проекта нет, не отобрано. Есть, я думаю, в Приморском крае мы пять подавали. Я думаю, и на Камчатке, на Сахарине есть хороший проект. А представьте, пожалуйста, простите, вы... Приморский край, руководитель Центра компетенции Приморского края, мы подавали, считаю, хорошие проекты там. У нас есть туристические, где сначала они там смотрят, как на пчелопасеке там смотрят, и дальше идут потом на гору, потом спускаются. Ну и остальные проекты, считаю, плохие. Но у нас, мы посмотрели по Дальнему Востоку, ни одного проекта почему-то не включено. Ну, во-первых, Камчатка, Сахалин и все остальные регионы, которые вы упомянули, проекта на отбор не представили. Из Приморского края пришел один проект, который на сегодня не прошел предварительно отбор, но это не значит, что он был очень плохой, он был нормальный. Вместе с тем, по критериям больной оценки, он не прошел в количество проектов, которые направлены на финансирование. То есть, ну, для общего понимания, да, прошли предварительно отбор практически все проекты, за исключением тех, которые не подходили под критерии отбора. То есть, либо это был не сельхозтоваропроизводитель, либо были случаи, когда проекты заявлены от СХТП, которые уже исключены вообще из реестра индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, то есть ликвидированы, да, и так далее. Такие проекты однозначно не прошли, мы их отсеяли сразу по признакам несоответствия критериям отбора. Все остальные проекты прошли отбор, были оценены по бальной оценке. В первые 50 проектов вошли проекты с общим суммарным баллом более 7. Все проекты, которые набрали меньше 7 баллов, они, соответственно, переведены в статус резервного списка, и понятно, что те регионы, которые в основном отборе там либо откажутся от участия, либо не пройдут, средства будут перераспределяться между теми проектами, которые попали в этот резервный список. Так что шанс у Приморского края еще есть. А можно в тему вопрос? Интересно, как проекты эти подавались, когда закон только у нас появился? Закон появился 2 июля. Проект правил вышел тогда же, в июле месяце. И первое объявление о предварительном анализе документов на финансирование был объявлен в июле месяце. До 15 или до 17 июля, я уж точно не помню, мы принимали эти проекты. Дальше мы коллегам разъяснили, как эти проекты должны выглядеть, по какой структуре они должны быть составлены, что в них необходимо поправить и так далее. И, скажем так, предварительно окончательный объем документов мы попросили представить до 25 октября. Соответственно, все, что пришло на 25 октября, все было предварительно оценено по той бальной оценке, которую мы до регионов доводили. Соответственно, если регион должным образом не объявил о сборе документов от заявителей в регионе, то министерство, собственно говоря, с этим ничего сделать не может. То, что мы в регионы объявили отбор, да, мы объявляли. К сожалению, ни регионы, ни районы ничего не доводят на местах. И у нас очень сложная такая ситуация с этим. Все с опозданием. Есть несколько замечаний по поводу распределения 70 на 30%. Вот пишут коллеги, у меня пасека в Ленинградской области, сельхозка, планирую заняться агротуризмом. Чтобы соответствовать требованиям, агротуризмом должен заниматься товаропроизводителем. Доход от пасеки, допустим, 70, от агротуризма 30. И при этом он считает, что, чтобы выполнить такие требования и быть агропроизводителем, надо ему 5000 улев поставить, что нереально. Как вы считаете, будут ли пересмотрены или как быть в случае такого распределения 70 на 30? Ну, это вот, наверное, вопрос в продолжении проекта Приморского края, да, то, что проект был по пчелам и так далее. Значит, что оценивается в первую очередь в проекте? В первую очередь, естественно, это увеличение объема сельхозпродукции, да. Это основное требование, которое предъявляется к проекту. Значит, второй критерий – это сезонность. И третий критерий – это прямое влияние развития сельского туризма на развитие сельхоздеятельности. Значит, в чем опасность проектов, связанных с пчеловодством? Раз уж мы про пчел, да, начали говорить. Ну, в первую очередь, действительно, развитие сельского туризма на базе пчеловодческого хозяйства создает риск того, что хозяйство не сможет исполнить все условия, установленные правилами. То есть, в первую очередь, не сможет обеспечить увеличение сельхозпродукции и, во вторую очередь, не сможет сохранить статус из ХТП. Понятно, что на сегодняшний день пчеловодческое хозяйство, имеющее там 200, 300, даже 500 пчелосемей, имеет свой рынок сбыта и так или иначе этот мед продает. И понятно, что привлечение дополнительных туристов на данный объект, ну, скорее всего, если даже и приведет к увеличению пчелосемей, количество пчелосемей, то точно не намного, да, не до 5000, это однозначно. Поэтому такие проекты, они, как правило, имеют низкий балл оценки. Что здесь хотелось бы посоветовать в первую очередь? Это объединить несколько пчелохозяйств в один кооператив. Тогда эти 70% спокойно могут быть соблюдены самим кооперативом. Тогда кооператив может через себя оказать эту государственную поддержку этим пчеловодческим хозяйствам для развития объектов агротуризма. К сожалению, пчеловоды сейчас очень сложно объединяются в кооперацию. Они, ну, скажем так, сложнее им, чем, например, молочникам, чем мясникам, чем овощеводам. Но, тем не менее, ну, как бы, как основной посыл и как основная рекомендация, если вы хотите получить грант агротуризм на пчел, ну, на пчеловодческие хозяйства, нужно все-таки объединение. Потому что само пчеловодческое хозяйство, скорее всего, не сможет соответствовать тем критериям, которые нами установлены. А можно ли использовать грант для строительства дороги к объектам сельского туризма? Потому что проселочная дорога не всегда доступна для проезда, но такие инфраструктурные объекты. Можно подавать? На данный момент нет, к сожалению. Но я еще раз повторяюсь, все объекты сельского туризма, которые так или иначе будут поддержаны министерством, они, соответственно, могут быть включены как проекты в рамках комплексного развития сельских территорий. В рамках этой программы проводятся и дороги, и вся инфраструктура и так далее. То есть тот синергетический эффект от всех мер поддержки, которые оказывают министерство сейчас на сельских территориях, он может быть применен к объекту сельского туризма. А можно ли использовать грант для покупки транспорта, микроавтобусы для перевозки туристов? Может быть, скажете, какие целевые направления планируются опубликовать? Что касается целевых направлений, можно приобретать транспорт, для перевозки людей. У нас было очень много споров на эту тему с Минфином России на стадии предварительного обсуждения проекта приказа, с нашими финансистами, с юристами. Но, тем не менее, нам удалось доказать, что действительно транспорт – это важно, и трансфер должен быть организован так или иначе. Поэтому, да, транспорт приобретать возможно, он должен быть пассажирский для перевозки людей, для организации трансфера. Значит, еще из техники можно приобретать трактор. То есть это трактор, который может быть использован как в сельхозпроизводстве, так и на объектах сельского туризма, там в части почистить дорогу, я не знаю, что-то там еще перевезти и так далее. Можно приобретать оборудование для средств размещения, оборудование для средств организации питания. То есть это столовое оборудование, кухонное оборудование, там какие-то, я не знаю, печи, духовки, ну и все прочее, да, для организации питания. Дальше детские площадки и объекты благоустройства, оборудование для пунктов проката и обустройство самих пунктов проката, и средства размещения. То есть это вот если укрупненно, то пока так. Спасибо большое. Коллеги, я перехожу к вопросам в нашем чате про земли сельхозназначения. Так, с Нового года использование земель четко отслеживаются, да, иначе у меня заберут землю, которая у меня в аренде на 49 лет занят целевое использование земли. Для туризма есть еще категория земель, рекреационные туристические земли. Здесь надо решать вопрос по целевому использованию земли, то, как вы говорили раньше, или есть еще? Давайте так, блок с земельными вопросами, он достаточно обширный и очень неоднозначный. И, к сожалению, я честно скажу, я не на все вопросы смогу ответить, потому что у нас этим занимается другой департамент. И по большому счету, если будет необходимость обсуждения именно земельных вопросов в рамках какого-то отдельного обсуждения, то мы готовы привлечь коллег, которые очень подробно объяснят, где можно, где нельзя, как поступить в каждом частном случае и так далее. В целом, я еще раз повторю, земля с космозначения, к сожалению, пока не позволяет в полной мере осуществлять развитие сельского туризма. Но мы над этим работаем, и у нас есть масса предложений от делового сообщества в части возможных каких-то корректировок законодательства в этой сфере. И однозначно в следующем году все эти предложения будут отработаны, и в случае их одобрения правительством мы, конечно, все эти поправки в законы примем для того, чтобы в полной мере обеспечить развитие сельского туризма. Я думаю, еще много вопросов. Можно регулярно делать прямые эфиры с разъяснениями. Да, конечно, да. И вот вопрос, крик души. Как заставить администрацию села работать? Есть ли какой-то механизм, чтобы администрация района, села, поселка помогала в развитии сельского туризма? Ну, риторический вопрос. Скажем так, министерство не имеет механизмов воздействия на органы местного самоправления. Такими механизмами обладает, ну, разве что, наверное, руководство региона. К сожалению, есть история, связанная с непониманием органов местного самоправления важности и нужности развития сельского туризма и, в принципе, развития малых форм хозяйства на сельских территориях. То есть не все это понимают и, скажем так, не все поддерживают. Но я хочу сказать точно, что, как правило, такие органы местного самоправления, они, то есть руководители таких ОМСУ меняются. И меняются, прежде всего, главами регионов, которые осознают, что этот глава ОМСУ не работает. И это четко прослеживается сейчас, в том числе через реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий. То есть мы взаимодействуем постоянно с руководством регионов и говорим, вот у вас есть, например, там 30 муниципальных образований, из них активно работают там 5-6, все остальные сидят на месте, ничего не хотят делать, хотя потенциал огромный, и деревни у них там вымирают и так далее. Пожалуйста, обратите на них внимание. И, как правило, ну, это срабатывает, руководство регионов обращает на это внимание и начинает смотреть, почему 5 ОМСУ работают, а все 25 сидят, да, то есть вот так вот. Пока, ну, таким образом взаимодействие выстроено. Очень надеюсь, что в конце концов все-таки у всех будет понимание важности развития субъектов ОМСП на сельских территориях, так или иначе. Спасибо. И нужно ли делать новые АКВЭДы для организации туров, то есть, видимо, АКВЭД на оказание туристических услуг для КПХ и сельхозтоваропроизводителей? Для предоставления документов на грант-агростартап нет, не нужно. Если это необходимо для отчетности в налоговую с целью подтверждения 70 на 30 соотношений выручки, то, пожалуйста, включайте. 10 лямов получил, то за 10 лямов должен отчитаться. Так точно. Именно за 10 лямов и нужно будет отчитаться. А кроме 10 лямов еще за свои 3,5. Извините, по самозанятому вот так и не ответили. Если личное пособное хозяйство, то есть ясное дело, земля в собственности давно и есть на земле гостевой дом, уже работающие предприятия, успешно развивающиеся несколько лет, можем ли мы участвовать в гранте? Ну, давайте начнем с того, что личное пособное хозяйство это вид непредпринимательской деятельности. Неважно, самозанятый вы или не самозанятый, это вид непредпринимательской деятельности, не преследующий за собой извлечение выгоды от вашей деятельности. Поэтому в первую очередь мы в любом случае однозначно грант будет предоставляться зарегистрированным предпринимателям. Будь это юридическое лицо или физическое лицо, но это должен быть зарегистрированный сельхозтоваропроизводитель. Если вы ЛПХ, вы, к сожалению, в грантовой поддержке участвовать не сможете. Почему? Потому что, во-первых, вы не предоставляете отчетность. Во-вторых, вы не можете подтвердить ни свой статус из ХТП, ни структуру выручки, ни свое производство, ничего. То есть вы отчетность не сдаете как физлицо. Поэтому на сегодняшний день в гранте будут участвовать только зарегистрированные предприниматели. Единственный путь для вас это либо зарегистрироваться, либо вступить в кооператив, опять же, для того, чтобы через кооператив получать эту господдержку. Один вопрос еще про взаимоотношения семейные. КФХ оформлена на автора вопроса о земля в собственности родственника. Как им участвовать в проекте? Участвовать только так, если родственник является членом КФХ и, соответственно, земля этого родственника включена в состав имущества данного крестьянско-фермерского хозяйства. Тогда он может быть рассмотрен как имущество, принадлежащее данному КФХ. Спасибо. И вопрос из Истринского района Московской области. Органик образования ищет партнеров по формированию агромаршрутов. Я вижу, что есть недостаток платформы информационной, чтобы те, кто ищет другие компетенции или хотят поделиться своими, могли это сделать. Как вы думаете, Рината, можно ли с помощью Минсельхоза или каких-то иных структур создать такую платформу для развития? Ну, сейчас нами разрабатывается отдельный сайт, будет называться он krst.rf. В пилотном режиме он запущен, можно на него зайти, посмотреть, что там уже есть. Он сейчас, еще раз повторюсь, в пилотном режиме, поэтому не наполнен в полной мере. Соответственно, на нем мы планируем развещать всю информацию, связанную с деятельностью Министерства по развитию сельского туризма. Естественно, остается официальный сайт Минсельхоза России. Что касается регионов, информационного обеспечения и так далее. Вот я смотрю, очень много в чате вопросов летит по поводу того, что мы ничего не знали, нам за два дня сказали, и вообще орган АПК не реагировал и так далее. Значит, ну, во-первых, давайте так. Все, что мы делали до сегодняшнего момента, было в рамках предварительной проработки документов, в рамках предварительной проработки проектов и так далее. Никто не запрещает сейчас подготовить проект и в рамках основного отбора его представит Министерство. То есть мы его не выбросим, не выкинем, мы его посмотрим. И есть большая вероятность того, что если он, допустим, будет по качеству выше, чем то, что мы видели до этого, он пройдет на финансирование. То есть мы, скажем так, никого не выбросим за борт. То есть в рамках основного отбора все будут рассмотрены. Это первое. Второе. Как получить информацию в регионе? В первую очередь, это сайт Центра компетенций. Вся информация, которая проходит через министерство, вся информация, которая проходит через органы АПК региона, поступает в Центр компетенций, так или иначе. В каждом регионе такой ЦК есть. И на сайтах Центра компетенций, ну, реестр их можно посмотреть на сайте Минсельхоза, если вдруг кто-то не знает, да, как их найти. Соответственно, можно зайти на любой сайт любого ЦК и посмотреть, что происходит. Когда отбор, какие документы, какие правила, какие условия и так далее. Мало того, наши Центры компетенций сейчас наделены полномочиями подготовки проектов развития сельского туризма на грантовую поддержку. То есть, если есть необходимость помощи в оформлении этих документов, вы можете всегда обратиться, коллеги вам помогут, ну, хотя бы подскажут, куда бежать и какой комплект собрать. Поэтому, по большому счету, информационное обеспечение, оно есть. Ну, еще раз повторяю, как только мы запустим сайт крст.рф в полной мере, там будет размещаться вся информация, которая касается министерства. Как вы предполагаете, какие сроки следующего этапа отбора? Значит, основной отбор мы планируем в январе. Он будет в один этап. Ну, то есть, мы объявим срок приема документов. Скорее всего, это будет около двух недель. Значит, две недели мы будем документы принимать. Потом в течение 30 дней комиссия должна эти документы рассмотреть и вынести свое решение. Соответственно, протокол будет опубликован на сайте министерства. И те проекты, которые попадут в отбор и будут отобраны победителями, соответственно, попадут в финансирование. Значит, ну вот, по срокам, примерно так, январь. Январь месяц. Как вы считаете, есть ли перспектива дополнительный классификатор видов разрешенного использования Минекко и Росреестра, добавив новый вид использования агротуризма? У нас были такие предложения. Мы проговаривали эту историю с Минокодом развития России, но не нашли, скажем так, крайней необходимости это делать. То есть, у нас есть вид деятельности сельхозпроизводства, коды 0103, ну и там переработка немножко десятка. И есть, соответственно, коды, направленные на деятельность в сфере туризма. И нет необходимости сейчас на данный момент вводить новый код АКВЭД, хотя бы только потому, что он никак не будет учитываться в структуре выручки. То есть, он в структуре выручки все равно будет как иная деятельность, как туризм. То есть, нет крайней необходимости вводить новый АКВЭД. Очень много вопросов, что туроператоры, даже зарегистрированные в сельской местности, не могут участвовать, если они не товаропроизводители. Да, действительно, это грант Минсельхоза, он направлен на поддержку сельхозтоваропроизводителей. А туроператорам можно предложить войти в состав потребительского кооператива, как мы говорили ранее. Ну, либо попасть в господдержку по линии Ростуризма России, поэтому там есть такая возможность. Здесь, коллеги, нужно понимать некую такую... Ну, скажем так, на стадии подготовки 318-го федерального закона была глобальная идея разделить понятия сельский туризм и агротуризм. И принять сельским туризмом все, что происходит в сфере туризма на сельских территориях, в сельских агломерациях, а агротуризмом, соответственно, все, что связано с туризмом и сельхозтоваропроизводителей. К сожалению, такая конструкция не дошла до третьего чтения данного закона, и законодатели приняли это в той конструкции, которая сейчас есть. То есть сельский туризм – это сельхозтоваропроизводитель. Не все согласны с этой конструкцией, как в рамках Библиотского сообщества, так и в рамках органов власти, но, к сожалению, как закон есть, в рамках такого закона мы работаем. Конечно, поняв практику правоприменения этого закона к середине следующего года, если мы поймем, что да, действительно необходимо жесткое разделение понятий сельский туризм и агротуризм, а будем обращаться в адрес законодателей, в адрес депутатов, чтобы они рассмотрели возможность такого разделения понятий. Но пока нет практики правоприменения, пока закон не вступил в силу, а вступает в силу только с 1 января, соответственно, мы сейчас на данном этапе такие изменения вынести, к сожалению, не можем. Поэтому данный вопрос будет рассмотрен, и тогда, я уверена, что если мы эти понятия разделим, то тогда смогут участвовать как иные, скажем так, единицы предпринимательской деятельности, так и сельхозтоваропроизводители в мерах государственной поддержки. То есть это такая вот история, связанная с законом пока на данный момент. Спасибо. А во время вашей презентации было упомянуто сохранение объектов на свете, деревянного зодчества, например. И скажите, это уже касается других грантов или в рамках агротуризма тоже можно? Нет, это в рамках других грантов. Это меры господдержки по линии Минкультуры. То есть это был слайд, посвященный мерам господдержки иных ведомств, которые также могут быть привлечены на объект сельского туризма. Да, это коллеги интересовались в чате про здание деревянного зодчества. Будут ли обучающие вебинары по составлению заявок, по сопровождению, по организации проектов? Мы такие вебинары проводили с регионами. Если будет необходимость, мы проведем их еще раз. Но в целом, я еще раз повторяю, у нас обучены этому центры компетенций. И по большому счету вы должны понимать, что в каждом регионе своя нормативка, свои порядки предоставления мер государственной поддержки. То есть на федеральном уровне регламентируется только порядок отбора, критерий к заявителю и, соответственно, правила распределения денег между регионами. Дальше регион самостоятельно предоставляет эти средства грантополучателю. Поэтому в каждом регионе, учитывая свою специфику, необходима подготовка отдельного пакета документов. Поэтому лучше всего и продуктивнее всего обратиться все-таки в ЦК, для того, чтобы они помогли составить проект. Если уж прям совсем никак не получается и необходимо какое-то обучение, у нас есть подведомственный вуз РГАЗУ, Российский государственный аграрно-заочный университет, на базе которого уже разработаны обучающие программы по развитию сельского туризма. То есть можно обратиться туда. Есть ассоциация сельского туризма, которая также проводит обучение ведению сельского туризма в составлении проектов. То есть есть масса обучающих программ, которые так или иначе можно использовать с целью подготовки своих документов. А нужно ли создавать новые рабочие места в рамках данного гранта? Да, необходимо. Но смотрите как. Обязательным критерием это не является. Но это является, создание новых рабочих мест является критерием оценки. Соответственно, за каждое созданное рабочее место присуждается определенный балл, который в целом влияет на общий балл оценки проекта. То есть если предусмотрено создание рабочих мест, то будет дополнительный балл. Если не предусмотрено, значит его не будет. Обязательным условием это не является. Спасибо. Если КФХ был на налоговых каникулах и не платил налог на сельхозпродукцию, как доказать, что он сельхозтоваропроизводитель? Если КФХ является сельхозтоваропроизводителем по закону, я еще раз повторяю. То есть мы от КФХ заявки принимаем, как от СХТП по закону. Но дальше он должен доказать в проекте, что в его выручке, в структуре выручки будет превалировать сельхозпроизводство. Вопрос о конкретном случае. У нас сельская пекарня, населенный пункт 7000. Есть живописный участок, на котором находится мини-мельница. Производим цельнозерновую муку и из нее хлеб. Участок и пекарня с одинной рекой. Хотим организовать тур по реке. От производства муки до производства хлеба. По сути, это переработчики, а не сельхозпроизводители. Можем ли мы рассчитывать на поддержку участия в гранте? Во-первых, смотря кем вы являетесь по статусу, если вы являетесь пекарней, то есть объектом переработки, то, к сожалению, участвовать в гранте вы не сможете. Если вы являетесь производителем зерна и после этого перерабатываете свое зерно в муку и, соответственно, в хлеб, то, да, конечно, можно. Опять мы к вопросу кооперации, да, приходим? Кооперации с ХТП, да. Кооперация, конечно, все. Считается ли ИП, занимающийся производством оборудования для сельхозпромышленности, сельхозтоваропроизводителем? Нет, коллеги, но давайте еще раз. Законодательное закрепление статуса с ХТП осуществлено в 264-м федеральном законе о развитии сельского хозяйства, статья 3. То есть там абсолютно четко определено, кто является с ХТП, отдельно поименованы личные подсобные хозяйства, крестьянские, фермерские хозяйства, сельхозпотребкооперативы. Соответственно, КФХ с ПОКИ мы берем в безусловном порядке с подтверждением дальнейшей структуры выручки. Все остальные должны так или иначе подтверждать это либо справками, либо отчетностью. ИП ведет разную деятельность, которая зачастую не пересекается друг с другом. 70% сельхозвыручки не получается, но это не означает, что он не работает в отрасли сельского хозяйства и не сможет оказать услуги в сельском туризме. Как доказать, что сходительность ведется? Ну, как доказать, что сходительность ведется? Опять же, отчетностью и справками, но опять же, мы будем принимать во внимание такой проект только в случае, если сельхоздеятельность составляет не менее 70%. То есть мы в любом случае упираемся в статус СХТП. Значит, здесь я знаю, что мы не рекомендуем так делать, но такие случаи есть. Когда есть, например, ООО, либо есть индивидуальный предприниматель, который занимается несколькими видами деятельности. Там кто-то и зерно производит, и перевозками занимается, и хлеб печет, и масло давит, и все, что хочешь, да, и все это одно ИП или одно ООО. И при этом не может, скажем так, доказать 70% выручки от сельхозпроизводства. Тогда такие предприятия, ну, либо делятся, то есть часть производства выделяют в отдельное направление деятельности для того, чтобы участвовать в конкурсе на грантовую поддержку. Поэтому те виды деятельности, которые являются дополнительными, соответственно, выделяют в отдельное производство. Такие случаи есть, это не есть нарушение закона по большому счету, да, но тем не менее, это такое, есть определенный риск в этой истории. Почему? Потому что, как правило, такие хозяйства, они уже считаются вновь созданными, то есть они только-только создаются. И проследить, что там, чем они занимались ранее, очень сложно, и очень сложно оценить эффективность данного проекта. Спасибо. К материалам, подаваемым заявкам, прилагается справка о соответствии с заявителем требованиям порядка. И новый пункт 9 – оправлен земельный участок. Пользование предусмотрено на срок не менее пяти лет. В нашем случае у заявительного участка объекта, находящегося в его собственности, в перспективе интересно приобретение собственности. Но при пролонгации договора аренды сделан срок всего на три года. Будет ли это препятствием на соответствии требованиям? Это может быть препятствием, я объясню почему. Потому что условием предоставления гранта является обязательное осуществление деятельности не менее пяти лет. Соответственно, если вдруг по каким-то причинам через три года с вами не пролонгирован договор аренды на данный земельный участок, то по факту вы теряете на него право. И все, что вы на этом земельном участке сделали, а не дай бог сделали еще за бюджетные средства, оно как бы теряется, уничтожается и так далее, либо передается собственность арендодателя. И тогда эффективность такого гранта сводится к нулю. Поэтому мы ввели равномерный срок пользования земельным участком и срок пользования грантом. То есть пять лет для гранта отчетности и пять лет земельным участком. Мы думаем, что это очень логично. Потому что если земельный участок перейдет в собственности нового лица, либо с вами не пролонгируют договор, то непонятно, что вы с этим будете дальше делать. Спасибо. Каким документом должно быть подтверждено выполнение планового показателя по количеству туристов? Значит, плановый показатель по туристам. Во-первых, он должен быть подтвержден расчетами. То есть мы просили во всех проектах подтвердить количество турпотока необходимыми расчетами. То есть как вы это посчитали? Исходя из средств размещения или исходя из уже имеющегося опыта реализации туристической деятельности или еще чего-то. То есть туристический поток должен быть, во-первых, обоснован и подтвержден расчетом. Дальше, как вы его будете подтверждать на основании отчетов, которые вы будете предоставлять по разработанным нами формам. То есть мы разработаем форму, утвердим их приказом министерства, зарегистрируем его в Минюсте. И каждый грантополучатель будет обязан подтверждать турпоток данной отчетностью. Это может быть либо журнал учета туристов, либо выписка из книги учета посетителей, которые приезжают на средства размещения. Так или иначе вы должны будете ее вести. Либо какой-то бухгалтерской отчетностью, сколько там, какой средний чек и от скольки человек у вас был. Ну то есть вот примерно такого плана. В целом у нас это будет отчет министерства. Соответственно, за данные, которые будут внесены в этот отчет, будет отвечать орган управления АПК. Вопрос про глэмпинги-кемпинги. Есть на сельхозземле глэмпинг и при сельхозпотребкооперативе и при обучающем кластере. Какой они могут иметь статус гостиничного назначения, чтобы поддерживать нормы сенопитнодзора? Кому можно обратиться за консультацией? Потому что по факту, раз это кооператив, они могли бы податься на гранд-агротуризм. Но вот вопрос про нормы. Ну, в любом случае, любой глэмпинг, любое средство размещения, которое является объектом сельского туризма, это может быть и гостевой дом, и гостиничка, и глэмпинг, и кемпинг, и палатки, и все прочее. Все это так или иначе должно отвечать требованиям, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это первое. Значит, второе. Конечно, сейчас, насколько мне известно, отдельных санопитребований к глэмпингам не существует. Но Ростуризмом уже разработан проект постановления правительства, который утверждает требования к средствам размещения, которые являются объектами сельского туризма. И там есть отдельные требования к таким глэмпингам и средствам размещения, которые должны быть до 1 февраля, насколько я понимаю, должны быть приняты. И, соответственно, будут устанавливаться к средствам размещения на сельских территориях. Поэтому, как только документ выйдет, вы можете руководствоваться этим документом. А так, в целом, никто не отменял применение всех санпинов к тем объектам, которые используются. ИП регистрируется по месту жительства, перерегистрироваться на сельской местности, где ведется деятельность, не представляется возможным. В этом случае как будет? Необходимо будет открытиеное лицо, которое будет зарегистрировано на месте производства в сельской местности? Ну, либо открытиеное лицо, либо перерегистрация. Но у нас госпрограмма сейчас на данный момент, все меры грантовой поддержки в рамках госпрограммы АПК распространяются на сельские территории, сельские агломерации. То есть надо посмотреть, если вы подходите под сельскую агломерацию, то место, в котором вы сейчас зарегистрированы, подходит под сельскую агломерацию, то, в принципе, регистрации не нужно. Если не подходит, то да, либо переоформляться, либо перерегистрироваться. Правильно ли я понимаю, что проект должен подаваться сначала в Министерство региона, оно осуществляет отбор и потом уже отправляет далее на рассмотрение в федеральную? Да, значит, что касается финансирования на 2022 год, порядок будет следующий. Заявитель предоставляет документы в органы управления АПК. Орган управления АПК осуществляет предварительную проверку этих документов и направляет в составе общей заявки совместно со справками, которые предоставляет орган управления АПК вместе с Россией. В Министерство России, соответственно, выносит это на рассмотрение комиссии. Что будет происходить с 2023 года? Но мы в этом году, к сожалению, ограничены сроками временными и поздним сроком выхода нормативной базы. С 2023 года порядок несколько изменится. Будет он выглядеть следующим образом. Орган АПК будет обязан объявить отбор. Соответственно, заявители подадут документы в органы АПК. Орган АПК будет проводить предварительный конкурсный отбор этих проектов и затем в составе заявочной документации представляет предварительно отобранные проекты в Министерство на рассмотрение комиссии. Министерством будет создана рабочая группа, которая еще раз перепроверит все проекты и уже вынесет предварительное решение рабочей группы на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия, соответственно, утвердит состав победителей конкурсного отбора. То есть с 2023 года порядок будет такой. Сейчас он упрощенный, то есть вы подаете в орган АПК, орган АПК собирает комплект и представляет миссель хоз. Центр компетенции спрашивает, какие будут контролирующие органы, видимо, по порядку проведения гранта? По порядку проведения гранта странный вопрос от центра компетенции, учитывая, что центр компетенции работают с классическими грантами. Схема ровно такая же, как по классическим грантам для фермерских хозяйств. То есть министерство контролирует органы АПК через формы отчетности. Органы АПК самостоятельно контролируют грантополучателя и те данные, которые грантополучатель предоставляет в отчет. Соответственно, грантополучатель отчитывается перед органом АПК, а орган АПК в составе сводных отчетов предоставляет информацию в министерство. Надзорные органы все остаются такими же. Это прокуратура, счетная палата, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор и все прочие, которые в рамках своих полномочий так или иначе будут осуществлять надзор. Но, опять же, этот надзор будет вступать в силу только тогда, когда будут какие-то нарушения. Пока нарушений нет, никакого надзора особо и не будет, наверное. А контроль за использованием гранта и за реализацией проекта, конечно, будет осуществлять органы управления АПК. Может ли компания, занимающаяся выращиванием устриц, претендовать на грант? И таких вопросов много. Кто-то занимается рыбоводством. То есть какие сферы сельхозтоваропроизводства могут претендовать на грант? Рыбоводство абсолютно точно может. На сегодняшний день разделы АКВЭД, которые попадают под финансирование, это 0.1.03. 0.1. сельское хозяйство, соответственно, 0.3. рыбоводство. И для сельхозпотребкооперативов раздел 10. переработка. Значит, это те АКВЭДы, которые попадают под грантовую поддержку. Что касается направлений, которые, скажем так, предпочтительные или популярные и так далее. Ну, скажем так, как правило, подаются проекты, это сыроварни, ну, либо проекты, которые связаны так или иначе с животноводством. То есть, да, это посещение ферм, это контактные зоопарки, это сыроварни с мастер-классами, это какие-то экзотические животные, ну, типа страусов, фазанов и всех прочих. Да, там альпаки у нас есть, олени, ну, то есть всякого такого рода истории. То есть животноводство, да, в целом. Очень популярные и, скажем так, большую активность имеют проекты по рыбоводству. Это прудовое рыбоводство, это аквакультура, это вот те мидии, про которые коллеги говорят, да, там выращивание креветок и так далее. То есть рыба и аквакультура. Очень популярны проекты, связанные с обустройством усадеб фермерских. То есть это, например, на территории фермы имеется какая-то усадьба, и, соответственно, весь проект привязывается к посещению этой усадьбы, к созданию какой-то традиционной культуры и так далее. То есть это, например, в регионах, в северных регионах, вот Бурятия у нас подавалась там, Тыва, это юрты, это чумы, какие-то такие традиционные жилища. И, собственно говоря, создание таких традиционных историй с привлечением туристов, в том числе на сельхозпроизводство. Сюда, ближе к югу, это хутора, какие-то казачьи станицы и так далее. Ближе к центру это усадьба, у нас есть там усадьба Голицыных, какие-то деревянные мельницы старинные, ну и так далее. То есть это те проекты, которые имеют некий исторический аспект для привлечения туристов на данное фермерское хозяйство. Потом есть проекты, связанные уже с маршрутами, то есть когда, например, есть кооператив, объединяющий несколько фермерских хозяйств разноплановых, и кооператив готов предоставлять услуги по организации маршрута. То есть, например, турист приезжает на ферму, смотрит, как дуется молоко, или сначала там заготавливаются корма, потом он едет на ферму смотреть на корову, как дуется молоко, потом чуть не на этой машине доезжает до кооператива, смотрит, как производится из него сыр, ну и так далее. То есть такие комплексные проекты, которые так или иначе связывают несколько направлений деятельности сихозтоваропроизводителей. То есть проекты все разные. Какие проекты, скажем так, интересные, но они проигрывают иным? Это, во-первых, проекты с ярко выраженной сезонностью. Это все, что касается ягоды, лаванда, виноград без переработки, без винодельни. Дальше это, например, грибоводство и так далее. То есть это ярко выраженный сезонный характер, когда мы видим увеличение производства только в летний или весенний летний период. А дальше выручка идет резко на спад и средняя погода, ну получается такая достаточно низкая, да, низкий процент увеличения выручки по производству. Поэтому, соответственно, эти проекты, они проигрывают с точки зрения бальной оценки, хотя являются очень интересными. Ну вот пчелы, да, мы говорили. И еще одним из таких особенностей, особенных проектов, которые, скажем так, оценить очень сложно, хотя они также являются очень интересными, это проекты по коневодству. Коневодство спортивное. То есть мы понимаем, что привлечение, то есть чем больше будет туристов, тем больше поголовья коней не будет точно, да. И точно их не забьют на мясо, и увеличения выручки от реализации фоспродукции не будет, так или иначе. То есть если это в чистом виде коневодство спортивное, либо коневодство такое, знаете, показательное, да, не табудное коневодство, тогда, конечно, эти проекты оценить очень сложно, и они, как правило, имеют достаточно низкий балл оценки, хотя, еще раз повторюсь, очень интересный. И есть тенденция того, что такие проекты больше проходят в Гранд Ростуризма, потому что у них нет требования по увеличению выручки от сельхозпроизводства. В таком случае очень важно регионам предусмотреть кластерное развитие и объединение нескольких проектов для того, чтобы в маршрут объединить несколько сельхозтоваров, производить, то есть здесь и рамки сезонности будут снижаться, и еще какие-то возможные колебания спроса в течение года. Поэтому обращаю внимание на объединение в кооперативы и активное подключение муниципальных образований к оценке, а какие же в радиусе нескольких десятков километров есть хозяйства, которые бы они могли привлечь и объединить в такие маршруты. Я вижу Лошникова и Лена. Да, здравствуйте. Я очень быстро, чтобы мне тянуть время. Я тот самый туроператор из Шушенского района Красноярского края. Значит, мы тут сельско-производителем объединились, мне все понятно. У меня к вам несколько вопросов. Первое. Когда вы говорите, что товаропроизводители поселят в домах, во-первых, не интересует, если они сертифицируют и классифицируют, а это обязательно надо делать, они должны будут открыть 55-й АКВЭД, без него ни классификации нет. Как этот вопрос будет решаться? Следующее. Работа туроператора, и мы входим в реестр, и, собственно говоря, мы заявляемся об этом, это определенным законом рекламентируется. То есть если туристы даже не в наших домиках, а в чужих домиках ночуют, в чужих гостиницах, а мы формируем этот тур, это уже идет тур-продукт, то есть таким образом товаросельский производитель может стать у нас туроператором, что тоже, я понимаю, по закону он должен делать. Ну и такой вопрос уже, скажем, смешной. Не захотят ли ваши торопроизводители, которые, собственно говоря, будут становиться туроператорами и открывать соответствующие АКВЭДы, перестать быть товаропроизводителями? Поэтому вот у меня прям вопросы вот такие к этому закону. Потому что я так прям четко вижу, я не против, я наработалась. Я в сельскую местность еду, в Гленпин-Крушинском районе, агротуризм, я проработала. Но у меня вот такой вопрос. Ну, смотрите, давайте начнем с классификации. Значит, те средства размещения, которые будут использоваться на объектах сельского туризма, по закону не являются гостиницами. Соответственно, под общую классификацию они не подходят. Требования к ним сейчас Ростуризм разработал. Эти требования проходят в стадию согласования, и к 1 февраля они будут утверждены. Соответственно, какая у них будет классификация, какие санпины к ним применяются, что в них должно быть, в какой период времени в них можно размещать гостей и так далее. Все будет этим постановлением правительства утверждено. На регулейшне он уже висит, так что, в принципе, вы можете с ним предварительно уже ознакомиться. То есть все это вот, что касается классификации. Это не гостиница, поэтому под общие требования законодательства это подходить не будет. Будет по отдельным требованиям регламентироваться. Это первое. Что касается туроператорской деятельности сельхозтоваропроизводителя. Во-первых, если он захочет вдруг являться туроператором, естественно, он должен подходить по требованию законодательства, применяемой к туроператорам. И данная деятельность также будет рассматриваться как дополнительная деятельность сельхозтоваропроизводителя, не выходящая за рамки 30% выручки. И вы абсолютно точно правы, что если вдруг сельхозтоваропроизводителю понравится быть туроператором больше, чем сельхозтоваропроизводителем, и он будет получать больше выручки от этой деятельности, нежели от своей фермы, скажем так, то естественно из статуса с ХТП он вылетает. И уже в силу данного закона 318, который сейчас действует, он уже объектом сельского туризма называться быть не сможет, потому что у него статуса с ХТП не будет. Но если он выдержит статус с ХТП и одновременно будет являться туроператором, то почему нет? Посмотрите, извините, чтобы являться туроператором, у тебя должен быть аквет основным, не дополнительным. То есть когда нас страхуют, то есть нас когда страхуют страховщики, обязательно должен быть 79-11 аквет. Если у тебя не 79-11 аквет, ты не можешь быть туроператором. То есть, соответственно, я заранее говорю, что вот люди, которые думают, что они могут принимать на 2-3 ночи и делать туристические пакеты, и как бы гостевые, то есть они уже нарушают закон. То есть в вашем законе уже, собственно говоря, заложена бомба нарушения закона. Нет, ну подождите. Мы ведь говорим не о том, что все они должны быть туроператорами, правильно? Он может предоставлять услуги по размещению гостей, но это не значит, что у него будет турпакет. Там, да, с трансфером. Вы сами про это же сказали уже. Вы только что сама про это сказали. Извините, все, я не буду занимать ваше время. Мне понятно. Я просто подняла вопрос. Сейчас мы его не решим. Если туроператор, то это не из ХТП. Это однозначно. Спасибо, коллеги. Если еще кто хочет задать вопрос, Центр компетенции Костромской области хотел озвучить свой вопрос. Хорошо. Рената Грузаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, тут вот сейчас предыдущая коллега выступала, поднимала вопрос по размещению. По размещению тут все понятно. Мы проводили совещание с потенциальными участниками как раз вот агрокуризма. И наши фермеры беспокоят другой вопрос. По поводу гостиницы понятно. А по поводу внимания к ним со стороны других контролирующих надзорных органов. Привожу пример. Это просто ферма по разведению лошадей. Соответственно, приехала группа. Они начинают катать тех же самых детей. Приезжают в контролирующие органы. Говорят, оп, у вас уже детский туризм. И так, в принципе, по всем остальным направлениям вот это все тоже беспокоит. Это абсолютно. Один день приехали, это уже экскурсия. Экскурсия, это уже 132-й федеральный закон. Там все прописано. Ночует, и ты 2-3 дня обслуживаешь. Это уже тур. Ты должен быть официально туроператором. Поэтому и вот вопрос такой. Да, я поняла ваш вопрос. Ну, смотрите, действительно правильно говорит Елена, что все, что касается иных видов туризма, детского, санаторно-курортного. У нас были проекты с санаторно-курортными учреждениями и так далее. Все это подходит по действию 132-го закона. И по факту сельским туризмом в силу закона называться не может. Несмотря на то, что оказывают услуги сельхозтоваропроизводителя с лошадьми и все прочее. Поэтому никто, вот чтобы вы понимали, в принципе глобально, да, никто отдельных требований к сельхозтоваропроизводителям по ведению деятельности или отдельных требований к сельскому туризму, как к отдельному виду деятельности применять глобально не будет. Несмотря на то, что у нас разработан такой там отдельный документ, да. Но этот документ фактически, он говорит о том, что все, что делает сельхозтоваропроизводитель в рамках сельхоздеятельности, должно попадать под законодательство в этой сфере. Все, что он делает в рамках туризма, должно попадать под законодательство в сфере туризма. Если он катает детей, значит, за детский туризм, да, действительно, это так. И так далее. Поэтому, но я готова признать, что 318 закон очень сырой, и что одним введением понятия сельский туризм мы, скорее всего, не обойдемся. И необходимо будет либо корректировка 318 закона, да, ну, этого, 132 по большому счету, либо корректировка подзаконных актов, которые будут так или иначе регулировать все эти вопросы. Потому что сегодня мы имеем только лишь определение сельского туризма по факту, и больше ничего. Остальные документы еще не приняты и не введены в действие. Да, какие-то из них помогут урегулировать, допустим, вопросы с размещением гостей, отчасти отрегулировать требования к сихвосттоваропроизводителям, но, тем не менее, еще должно быть куча документов, связанных с землей, куча документов, связанных с благоустройством, куча документов, связанных с тем же применением санкина, туроператорской деятельности. Вот я еще влезу в... Вот смотрите, мы для того, чтобы у меня экскурсовод работал, он должен пройти обучение и быть классифицированным, сертифицированным. Да, все правильно. Гид-проводник тоже, а в сельских домах кто этих людей обучил? А если... А я была... А на гвоздь наступит ржавый, кто будет отвечать? То есть столько безопасности, прежде чем работать с людьми и оказывать людям услуги, даже сельским жителям, а мы это делаем, там столько таких... А если тебя корова забодала, или она тебя пошла, или напугала, или тебя гусь клюнул неожиданно. То есть вот эти вещи, это такие тонкие нюансы, они потом в деньги выливаются. То есть надо учить... А вот там нормативных актов, да, это очень верный вопрос, обеспечение безопасности и по здоровью, и соответствии всем санфинам. И именно поэтому, к сожалению, не слишком быстро принимаются эти нормативные акты, чтобы все согласовать со всеми ведомствами, поскольку сельский туризм, агротуризм действительно межпрофессиональная, междисциплинарная территория. Да, там еще ветеринарные требования срабатывают и все прочее. Спасибо. Я еще задам вопрос из чата. Вопрос по сроку окупаемости проекта. Выручку считать только от туризма или туризм плюс увеличение сельхоздеятельности? Значит, у нас есть отдельные критерии по выручке от сельхоздеятельности, есть отдельные критерии по выручке от туризма. И срок окупаемости мы считаем по совокупности, то есть туризм плюс сельхоз. Спасибо. И много вопросов. Нужны типовые проекты в чат или на электронную почту. А есть ли такие типовые проекты, которые мы можем направить? Ну, скажем так, типовые проекты направить очень сложно. Почему? Потому что они все очень разные и очень разные по наполняемости. Поэтому продуктивнее будет отправить, наверное, проект приказа, в котором установлена структура проекта и его форма с необходимыми таблицами, которые в проекте должны быть обязательно. Собственно говоря, его можем отправить. Это еще до опубликования? Нет, оно же будет опубликовано. Оно будет опубликовано, да, в ближайшее время. Поэтому по большому счету, ну, то есть он является так называемым типовым, то есть рекомендуемый образец, который будет установлен приказом и по которому мы будем, собственно говоря, сверять все разделы проекта. Еще вопрос. Форма справки о соответствии с заявительным требованиям жесткая по оформлению. И содержание справки можно исправить. Например, если пункт 7 говорит о ранее отсутствии полученных средств поддержки, а наш инициатор получил ранее гранты, можем этот пункт 7 и справки исключить или его надо оставить в тексте, но вычеркнуть или сделать примечание. И такой же вопрос аналогичный был у нас в почте. Если действительно уже хозяйство получило грант по части сельского АПК, могут ли они дополнительно претендовать на агротуризм? Ну, давайте, да, сначала. Значит, сначала со справки. Форма справки и вообще все формы, которые будут содержаться в приказе, являются рекомендуемыми образцами. Понятно, что вы можете, например, если там есть пункт, который говорит, что он ранее не являлся получателем государственной поддержки, можно его переформулировать в слова там «ранее являлся получателем поддержки по такому-то направлению». Это можно. Единственное, что этот пункт должен остаться, но в формулировке либо не являлся, либо являлся. Значит, это первое. Что касается, в принципе, возможности получения гранта агротуризма, получателю, который ранее был получателем гранта, ну, допустим, на развитии семейной фермы или агро-стартапа и так далее. Значит, такая возможность существует, она есть. И по большому счету у нас очень много было проектов представлено бывшими грантополучателями, но здесь есть определенный момент. В критериях оценки есть балл, который присуждается проекту, который ранее не являлся получателем господдержки. грантов, я имею в виду, именно грантовой поддержки. Почему? Потому что в нашем понимании государственная поддержка должна охватить максимальное количество участников, и если мы будем дофинансировать одного и того же фермера несколько раз в рамках агро-стартапа, потом семейный, потом агротуризм, да, действительно, это будет иметь некий эффект в виде роста данного конкретного предприятия, но вместе с тем соседние фермеры, которые, условно говоря, находятся на самое ранее свое развитие не смогут получить эту поддержку. Поэтому мы присуждаем балл, повышенный тем хозяйством, которые ранее грант не получали, но это не означает, что грантополучатель не может участвовать в данном проекте, участвовать может однозначно, и вполне возможно, если он наберет, например, максимальное количество баллов по иным критериям, то по большому счету он может даже попасть в финансирование. Меня зовут Елена, я из Архангельской области, Мизенский район, самый северный район Архангельской области. Мы занимаемся разведением мизенской породы лошадей, эворигены. У нас вообще в чем проблема? Мы уже пять лет не можем понять, на какой грант нам можно заявиться. Объясню, почему. Нам необходимо построить средства размещения именно для животных, не для людей. То есть Ростуризм нас сразу же отправляют в Минсельхоз. Минсельхоз нам что говорит. Покажите нам 70% выручку от коневодства. Но вы знаете, коневодство это, наверное, самая долгая отрасль сельхозпроизводства. И, естественно, мы не можем такую выручку показать. А в связи с тем, что сейчас очень вообще страдает северное аборигенное животноводство, было принято решение о его сохранении. Но ясно, понятно, что ради сохранения сохранять никто не будет. Соответственно, нам на выручку приходит туризм. Я здесь живу в деревне Пайклета занималась туризмом, в том числе и сельским. Но я же не могу водить зимой, ну, прекрасно надо понимать, какие у нас снега, да, я не могу водить туристов зимой, например, в поле, чтобы показать в естественной среде обитания, да, ту же мизенку, ту же корову холмогорку, холмогорского гуся, местных кроликов, овечек, козочек и так далее. Вот, то есть смысл-то в чем? Ну, как у Ноя, каждые твари по паре, ну, естественно, уклон на коневодство, то есть в данном случае я никак не могу сельхозпроизводство показать 70%, ну, сколько мне молока даст одна корова, пару козочек, как говорится, и сколько мяса мне даст одна хрюшка. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы познакомить вообще население. Сейчас русский север в плане туристическом очень развивается, и надо понимать, что человек, вот возьмем турист, да, все нацелено на туриста. Приезжает турист на ферму зачем? Не для того, чтобы купить молока или сыра. Он приезжает за впечатлениями, то есть он приезжает за получением услуги. И почему в минусельхозе, ну, как бы, приоритет на 70%, вы понимаете, что сельхозпродукцию фермер будет производить и без туристов. То есть, когда мы говорим о понятии агротуризм, у нас уклон идет именно на туризм. А туризм это продажа услуг. Это не сельхозпроизводство. И мы сейчас просто на самом деле не понимаем, за счет какого гранта мы сможем построить, например, помещение для содержания тех же лошадей в зимний период. Потому что в зимний период как раз и едут все посмотреть русский север. Посмотреть снега, архитектуру, зодчество и животноводство в том числе. То есть давайте я отвечу, да. Значит, вопрос ясен. Есть две проблемы. Первая проблема это подтверждение вами статуса с ХТП с целью получения ну, как классического гранта, мы их классическими называем на развитие сихозпроизводства, так и на грант агротуризма. Значит, что касается классической истории на развитие сихозпроизводства, потому что действительно ни грант агротуризма, ни грант ростуризма не может быть предоставлен для строительства животноводческих помещений. Ну, я так понимаю, о конюшнях идет речь, да, скорее всего, или о деньниках и так далее. Значит, здесь вы можете претендовать чисто теоретически на грант развития семейной фермы, например, либо еще можно претендовать на грант агропрогресс в случае, если вы не являетесь КФХ либо кооперативом, да, то есть если вы являетесь ООО, например, то можно претендовать на этот грант. Но, опять же, если вы КФХ, допустим, в форме, вы в какой форме действуете? У вас какая организационная правоформа? Мы сейчас действуем ЛПХ, мы личное подсобное хозяйство, но мы не против стать ни КФХ, ни ИП, ни какими там еще, ну, сельхозкооперацию у нас делать абсолютно не с кем, ну, потому что молодежь в деревне, конечно, есть, давайте я отвечу, значит, смотрите, если вы ЛПХ, вы вообще в принципе ни в какой грант не идете, вам необходимо зарегистрироваться, значит, что бы я вам посоветовала? Первое, сейчас, как ЛПХ, попробовать податься на грант агростартап через ваш орган АПК. Вы можете подаваться без регистрации предпринимательской деятельности, соответственно, вас рассмотрят как просто гражданина, осуществляющего деятельность по разведению лошадей. Соответственно, на грант агростартап вы можете претендовать совершенно спокойно. Если вас объявят победителем конкурсного отбора, вы будете обязаны в течение 30 дней зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство, ну, либо индивидуального предпринимателя, который является главой КФХ. Соответственно, строительство животноводческих помещений за счет строительства агростартапа сделать абсолютно возможно, вообще без никаких проблем. Единственное, что там может быть грант немножко поменьше, чем на семейную ферму, к примеру. Значит, грант там составляет, ну, если это лошади, то до 3 миллионов рублей, соответственно, ну, хотя бы 3 миллиона на строительство животноводческих помещений вы получить сможете. В дальнейшем, через пару лет, когда вы реализуете этот проект, вы сможете как КФХ претендовать на грант на развитие семейной фермы. и, ну, например, я не знаю, как в Архангельской области, я, честно говоря, не слышала, но в Ленинградской области у нас есть несколько семейных ферм, которые занимаются разведением лошадей именно на, ну, то есть это не табунное коневодство, да, это разведение лошадей для спортивного коневодства, там, для показательного и так далее, конкуртные лошади есть. Значит, они грант на развитие семейной фермы получали, то есть, в принципе, как КФХ, вы в дальнейшем сможете претендовать на грант семейной фермы. Ну, и что касается агротуризма, значит, скорее всего, учитывая, что вы не сможете подтвердить 70% выручки, вы не сможете участвовать в гранте агротуризма, но как зарегистрированный предприниматель, осуществляющий уже деятельность по разведению лошадей и предоставлению туристических услуг, вы сможете участвовать, построив свои животноводческие помещения, сможете участвовать в гранте Ростуризма для организации уже туристической своей деятельности, то есть, ну, например, на строительство манежа или там еще каких-то историй, которые допускаются за счет гранта по линии Ростуризма. Ну, вот я бы, например, пошла бы таким путем. Спасибо, Ринат. Еще вопрос есть, ну, как бы встречный по строительству в принципе, потому что мне на данный вопрос не могут ответить на самом деле. Ну, в наших, как бы, структурах, получается, министерплихоза. Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что они говорят, для строительства мне необходимо получить разрешение на строительство в градостроительном отделе, но никто же не говорит о строительстве капитального строения, то есть, с фундаментом. Без фундамента сарай или, например, тот же загон с шелтерами. Ну, шелтер это, как бы, такая, получается, будка трехсторонная. Я поняла, да, да. Да, вот, именно для аборигенного коневодства, то есть, нам не обязательно именно теплая конюшня, совершенно не обязательно. Мы же можем, нам просто нужны стены и крыша, для того, чтобы там было комфортно туристам, лошадям, крыша над головой, аборигенным лошадям не нужна абсолютно, она нужна людям, которые приходят на них посмотреть. Ну, смотрите, еще раз, я уже говорила, что в каждом регионе нормативно-правовый акт, устанавливающий порядок предоставления средств, свой, то есть, вам необходимо в первую очередь посмотреть на ваш порядок предоставления грантов, ну, допустим, агростартап, да, если мы про него говорим, соответственно, вы должны посмотреть, что там требуется. Если это капитальное строительство, то действительно разрешение на строительство необходимо. Если это не капитальное и подходит под сооружение, то скорее всего достаточно будет локального сметного расчета и так далее. Поэтому вам нужно в первую очередь посмотреть на нормативку региона. Сейчас, насколько мне известно, в Архангельской области поменяли руководителя центра компетенций и новый руководитель, который пришел, он достаточно адекватный и может вас проконсультировать. Просто обратитесь и попробуйте подготовить на следующий год, вот в первой половине года будут объявлены отборы на агростартапы и скорее всего вы сможете туда пройти. Спасибо большое. У нас еще два микрофона подняли руку. Пожалуйста, Владимир Матвеев. Владимир, слышите. Здравствуйте. Алло, слышно меня? Да, слышно. Я из Ростовской области. Вопрос у меня следующий. Значит, у нас хозяйство зернопропашного направления. 70% выручки больше мы получаем от производства зерна и семян подсолнечника. Сейчас мы открываем новое направление на деградирующих землях бывшей фермы, там 40 гектар. Хотим сделать пермакультурную ферму с элементами сельского туризма. Ферма находится в зоне прямо примыкания населенного пункта хутора. Мы одновременно пытаемся восстанавливать хутор. То есть выкупаем старые дома, ремонтируем их и предполагаем, что это будет в дальнейшем жилой фонд для тех людей, которые будут посещать нашу ферму. Хотелось бы узнать, как мы будем потом делать эту выручку. Мы будем суммировать к той, которую мы уже имеем или мы это отдельное направление должны выделить и на него делать предположительные расчеты, от которого мы будем отталкиваться в плане получения выручки, в том числе и от туризма. Спасибо. Ну, смотрите, в чем опасность истории, связанной с зерном? Опасность в том, что несмотря на то, что вы, скажем так, давайте так, какие основные моменты мы смотрим в проектах, если мы говорим про грант-агротуризм. Увеличение выручки, понятно, там турпоток, фишки какие-то, которые в этом проекте есть и так далее, но немаловажной составляющей является влияние реализации этого проекта на увеличение вашего производства. Насколько вы сможете показать, что те люди, которые приезжают к вам в хозяйство или те, которые приезжают в хутор, влияют именно на увеличение производства основной вашей продукции, зерна, но мне представляется очень сложным доказать это влияние. Понятно, что привлечение людей на хутор возможно действительно увеличит вашу выручку и вы сможете там что-то им реализовать, но тем не менее это не приведет абсолютно точно к увеличению площадей, это точно не приведет к увеличению урожайности и так далее. Поэтому эти проекты они ну скажем так опасны тем, что вы не сможете доказать вот эту взаимосвязь между проектом и вашей основной деятельностью. Поэтому вам нужно очень внимательно это посмотреть, насколько вы сможете обосновать вашу историю, хотя я уверена, что тот проект, который связан с развитием хутора, он будет очень интересен в принципе, потому что такие проекты они имеют достаточно высокие баллы при оценке, на всяком случае при предварительном их рассмотрении. Спасибо большое. Алина Комиссаренко, прошу. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, ваш вопрос. Я из Воронежской области, у меня вопрос по этому гранту в плане нужно ли создавать новые рабочие места, есть ли такое условие в данном гранте и какой процент софинансирования от конкретно сельхозпроизводителя должен быть? Ну, про рабочие места мы уже говорили, создание рабочих мест не является обязательным условием при составлении проекта, вместе с тем при оценке этого проекта, дополнительный балл присуждается тем товаропроизводителям, которые рабочие места создают, причем создают их в первый год реализации проекта. Значит, это по первой части вопрос, что касается уровня софинансирования, он зависит от размера гранта, на который вы претендуете, и от вашей готовности софинансировать проект. Соответственно, от 10 до 25 процентов, и это собственное участие в общей стоимости проекта, и соответствующее этому от 3 до 10 миллионов составляет грант. Поэтому вы должны понимать, сколько средств вы готовы вложить. Если, например, по максимуму это 25 процентов, то в общей структуре финансирования 10 миллионов будет грант, и ваших будет где-то 3 миллиона 300. то есть я правильно понимаю, как нужно в течение вот этих 5 лет доказать, что наша выручка увеличивается самой сельхозпродукцией, либо увеличивается наше хозяйство. Вот я до конца не поняла этот момент. Вам нужно доказать два момента. Первое, что у вас увеличивается выручка от реализации сельхозпродукции, которую вы производите, и что реализация того проекта, который вы себе придумали, напрямую влияет на увеличение этой выручки. Спасибо большое. Я хотела озвучить еще раз вопросы были о процентах софинансирования. Коллеги, в пункте 7 постановления про грант агротуризм указано до 3 миллионов 10 процентов софинансирования, до 5 миллионов 15, до 8 миллионов 20, до 10 миллионов 25 процентов гранта. Это каковы нормы. И вопрос, если грант стартап не использован до конца, можно ли заявляться на агротуризм? Еще раз уточнение к прошлому вопросу. Заявляться можно при условии исполнения всех обязательств, всех показателей по ранее предоставленному гранту. То есть, если вы, я прям грубо скажу, пятилетку выполнили за 3 года, и все уже использовали, и выполнили все показатели уже, которые запланировали себе на 5 лет за 3 года, то да, вы можете получить грант. То есть, регион должен подтвердить в первую очередь исполнение вами всех обязательств по ранее полученному гранту. Спасибо. А как и кем оценивается общая стоимость проекта? Общая стоимость проекта оценивается заявителем, соответственно, вы, исходя из той структуры финансирования, которая установлена правилами, учитывая, что максимальная сумма гранта составляет 10 миллионов при вашем собственном части 300-3,5 миллиона, то есть максимальная стоимость проекта может составлять 13,5 миллионов софинансируемая из средств федерального бюджета. Соответственно, если вы хотите реализовать проект на 20 миллионов или на 25 миллионов, все остальные деньги должны быть вложены за счет внебюджетных источников либо вашего собственного участия. Кроме того, эти деньги могут быть привлечены за счет кредитных средств, то есть вы сами определяете стоимость, мы определяем максимальную сумму гранта. Спасибо. Маленько шутки, я правильно поняла, что агротуризм это к нам приезжают туристы и они у меня будут полоть, как я мечтала, ну для себя, для удовольствия маленькие огородики, производя огурцы, помидоры там и все такое прочее, ну как бы проживая при этом бесплатно. Вариант? Вариант, почему нет? Так и будем повышать. Кстати говоря, у нас, если отвлечься, прям буквально 10 секунд, у нас было два проекта в разных абсолютно концах страны, но оба были направлены на одно и то же. Один проект предусматривал сбор ягод туристами, а второй сбор яблок туристами, то есть бесплатная рапсила, которая приезжает, собирает и с собой этот же ящик яблок и увозит. Почему они оставляют, живут бесплатно, делают. Ну, кто-то увозит, Очень хорошо. Если по всей стране, так люди наши, право, в городах будут довольны, и все деревни наполнятся местными этими городскими. В общем, не надо иметь свою дачу, можно поехать и поработать. Да, да. Причем вопрос занятости одновременно. Да, да, да. В удовольствие, как вот я описала, не напрягаясь, в свое удовольствие, поработал, сделал, устал, пошел, отдыхаешь, идешь на пруд, купаешься с ребятишками, на следующий день пошел, с удовольствием, 3-4 часа что-то поделал и ушел. То есть я себе агротуризму так представляю. Действительно, земляне проект, который нам сейчас пишут в чате, он пример того, как развивается вот такое направление. Спасибо большое. Я хотела бы отметить, что, конечно, грант агротуризм не решит всех вопросов, связанных с развитием сельского агротуризма и не поддержит туристические компании, а только сельхозтовары, у которых, в свою очередь, недостаточно компетенции сейчас для развития туризма. Это огромный толчок, я считаю, для развития интереса к тому, а как сельхозтоваропроизводителю планировать свою деятельность, а как вести учет, в том числе, по привлечению туристов, если он хочет диверсифицировать свою деятельность. А объединяться надо, вот как мы в Шушенском районе, да. У меня товаропроизводитель, я туроператор, у него барашки, козы, овцы, куры, и мы с ним объединились. Я ему туристов, а он мне вот объекты показывает. Объединяться надо. С этой целью, да, я хочу сказать, в этом году, в начале года была создана комиссия по винному туризму, а сейчас комитет по сельскому туризму в Российском союзе Трундустрии, именно для того, чтобы объединять позицию, вырабатывать синергетичный подход сельского, агропромышленного комплекса, сельского деятеля и туристического бизнеса, потому что они, к сожалению, шли параллельными путями. И сейчас будет вырабатываться и нормативка, помогающая им объединить свою деятельность, усилия для развития сельских территорий. И новые меры поддержки в виде гранта агротуризма, безусловно, скажутся и на занятости сельского населения, привлечение городского населения на сельские земли, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики региона в целом. Я также хочу выразить благодарность и признательность всем, кто поддержал наш сегодняшний эфир. Федеральное агентство по туризму, Ростуризм, Российский союз тура индустрии, Торгово-промышленная палата, Общинациональный союз индустрии гостеприимства, огромная-огромная признательность Ренате Хамзаевне-Бибарсовой за очень профессиональные комментарии для того, чтобы объяснить всем желающим, как работает новый грант. Это совершенно новое для многих. Буквально два дня назад с нашей рассылкой многие узнали об этом. Так что большая просьба регионам активнее информировать своих сельхозтоваропроизводителей о всех возможностях и помогать им ими пользоваться. Рената Хамзаевна, прошу, какие будут еще заключительные пожелания? Ну да, во-первых, спасибо за возможность разъяснить. И я вижу, что интерес огромный. И очень надеюсь, что пилотный 22-й год станет для нас некой отправной точкой для достаточно мощного толчка развития агротуризма в принципе, да, и возможностью доказать, что агротуризм имеет право на существование и абсолютно точно имеет право на финансирование. Это первое. Хотелось бы еще, чтобы все для себя очень четко понимали, что агротуризм все-таки рассматривается как дополнительная деятельность хостоваропроизводителей, а не основной его вид доходов, да, что это просто способ диверсификации своей деятельности, способ привлечения дополнительных потребителей своей продукции, способ увеличения реализации нахождения новых рынков сбыта. Собственно говоря, исходя из этой точки зрения, мы рассматриваем сегодня агротуризм в принципе. Что касается законодательства, да, оно несовершенно, мы это признаем, но мы будем вести очень активную работу в следующем году по его совершенствованию, по принятию всех необходимых нормативных актов для того, чтобы так или иначе урегулировать эту деятельность и с тем, чтобы деятельность была максимально комфортна для всех участников этого процесса. Что хотелось бы пожелать фермерам, которые сегодня участвуют в мероприятии, хотелось бы, чтобы вы, представляя свой проект, понимали, что, учитывая, что это конкурс, учитывая, что у вас достаточно много и желающих намного больше, чем 300 проектов, насколько я сегодня уже поняла, да, хотелось бы, чтобы в каждом вашем проекте была какая-то интересная фишка, чтобы мы, не зная, кто вы, не бывая на вашем предприятии, не слышав о вас никогда, понимали, что у вас есть, ну, такой классный проект, который нам бы точно захотелось профинансировать и уж точно хотелось бы отобрать. Я вам желаю креативных идей и успехов в вашей деятельности прежде всего. Аграрный год закончен, начинается следующий, недалеко, как в марте, уже все начнут готовиться активно к новому аграрному году. Я хочу вам пожелать успехов, урожаев, надоев и всего того, что должно способствовать так или иначе увеличению вхозпроизводства. Спасибо всем огромное за внимание. Я вижу очень много откликов. Абсолютно точно все документы, которые необходимы, через Елену мы направим. Все вопросы, которые сегодня были заданы, на них на всех будут получены ответы. Если необходимо, мы привлечем других экспертов министерства для подготовки на них ответов. Поэтому я, в принципе, очень доступна с точки зрения связи. Кто хочет, пожалуйста, пишите, звоните. У всех центров компетенции есть мои контакты, у многих фермеров есть мои контакты. Поэтому, пожалуйста, Мессихоз открыт для ваших предложений, для ваших желаний, для ваших конструктивных и креативных идей. И абсолютно точно каждое предложение, каждая просьба рассматривается официально, неофициально, неважно, но она рассматривается и на каждую просьбу дается либо ответ о возможности, либо о невозможности ее принятия. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Очень рада, что если кому-то помогла сегодня за те немногие два часа, которые мы с вами вместе провели.